Так, ну что, можно начинать. На самом деле, очень много полезных вещей сказал, я, наверное, просто, он очень быстро рассказывал, я, наверное, очень помедленнее и некоторые вещи повторил. Ну и, собственно, можно меня спокойно совершенно прерывать, и вам, сам говорю, и в онлайне, кто сидит. Как дела-то, Андрей? Да, ты говоришь, что там у тебя-то там, что случилось-то? Ну, у меня вот 15, 112, 2015 исполняется 15 лет. Спасибо, но еще раньше. Ну, и, в общем-то, поскольку я первое лицо компании, и я очень долго занимался там, срокно-разными вещами у себя, там, я сам сайты продвигал, я сам там креативным директором работал там и так далее. И, все-таки, у меня очень много всегда было таких, что сказать, рассуждений на тему, что все-таки более правильно. Это, как правило, очень часто в главе компании стоят там наиболее компетентные люди во многих вещах. И, когда они видят там исполнение тех или иных задач своими сотрудниками, некоторое время терпишь-терпишь, потом хочется все бросить и сделать самому. Вот. И я вот на этой трапе тоже один раз наступал, на самом деле. И вот как раз у меня первый вопрос, наверное, все-таки хочется что сказать, что все-таки, если вы являетесь руководителем компании, это ваш бизнес, и у вас есть сомнения, все-таки, чем заниматься людьми или продуктами, ну, продуктами, как таковым каким-то сервисом, продумывать его туда, там, выстраивать там идеальные какие-то, да, фишки в этом продукте или заниматься непосредственно людьми, то наиболее правильный, все-таки, подход – это действительно заниматься людьми и коммуникациями с ними. И вот интересно, кто так же считает, может, руку поднять? Вот, только один, два человека, не все, то есть. На самом деле, опять же, там, получается так, что люди так или иначе, как вот Андрей говорит, что там, уже когда без… Гоговорил, вернее, Андрей Нищенко, что после того, как уже теряется, наверное, мотивация, как таковая сильная, но при этом человек еще в состоянии что-то делать, он еще года два вообще спокойно может проработать без там потери очень сильной эффективности или, может быть, даже будет потеря, ну, в его каком-то развитии, но в целом, если компания большая, это не сильно будет заметно, то есть вы это можете не сразу заметить, особенно если вы там погружены там в какой-нибудь интересную, ну, там, интересный функционал, который вы развиваете, не знаю, там, вот, я там с большим интересом CRM там делал года два, просто с головой сидел там в мониторах, изучал там, где что устроено и так далее. И вот в какие-то моменты мы там делали, собственно, там, парсер статистики там для поиска. Это тоже все очень увлекательно, там, можно заниматься ночами, там, обсуждать с программистами, там, те или иные аспекты, как там это лучше сделать. Это действительно, ну, для меня очень интересно было, но при этом получается так, что реально прибыль и, собственно, уверенность и вообще устойчивость компании делает масса людей, которые вокруг и про которых порой я там или чего-то не знаю или там узнаю в самый неожиданный для себя момент. И очень тяжело при этом прогнозировать какое-то развитие там и успешное там состояние там на ногах и развитие вперед. И здесь как бы вот у меня все время такая была роль, я как бы вот сваливался от одного к другому. То есть некоторое время позанимаешься людьми там, ты вроде знаешь там, кто чем живет, там, кто на что копит, там, у кого какие сложности, там, кого-то берут в армию, там, что нужно там срочно как решить вопрос или там руку сломать или там действительно в армию отпустить на год, там, потом вернуть и так далее. И потом как бы ты теряешься и видишь, что некоторые вещи все-таки вот они там в компании не настолько эффективно сделаны там и погружаешься в эту часть. Вот у меня такие как бы такие заныривания, получается, все время были периодически. Мне они, конечно, давали там огромный, наверное, такой заряд бодрости, когда там, условно говоря, не вникаешь в какие-то вещи некоторое время очень глубоко и выныриваешь, и понимаешь, что, собственно, происходит там с тем или иным продуктом, то очень много, ты видишь, прям огромный потенциал для себя заниматься чем-то. Потому что многие вещи ты видишь, как там можно сделать лучше, вещи видишь, которые там можно явно сделать там прямо сейчас лучше, а люди там в этом копаются очень давно, и у них там что-то не получается. Вот. И то же самое, наверное, касается там людьми, то есть я там, наверное, долгое время там верил в то, что можно весь там достаточно большой коллектив рассматривать как некое единое целое, что это там действительно большая команда, старался проводить там различные там корпоративы, всякие тимбилдинги, совместные выезды и так далее. Вот. В чем я, собственно, вижу там свои какие-то ошибки, что там не надо делать и так далее. То есть вот с головой погружаться в что-либо, абсолютно точно не стоит. Верить, например, в то, что там исключительно у тебя там единая команда, и то, что они тебе говорят о всех корпоративах, всех там природных выездах, там, каких-то там совместных тимбилдингов и так далее, что там все в чего-то там верят, все в чего-то там совместно хотят делать, это все, оно может быстро очень измениться, то есть там буквально там кому-то предложить чуть больше денег, и в некоторых случаях там мы все примерно, правила действительно вот в едином рынке, как он делаем одно и то же. То есть там если у тебя сидит веб-дизайнер, там, то в другом месте он точно такой же будет, в принципе, веб-дизайнер, с некоторыми там изменениями. Может быть ему там больше дадут времени зарабатывать какой-то свой продукт, или там поверить в то, что там дизайн, который он делает, дадут ему это там зарабатывать. Может быть ему, конечно, купить чуть больше монеты, но в целом примерно одно и то же. Поэтому сидит в большинстве случаев, конечно, очень инертный. То есть если у вас там работает какой-то очень ценный специалист, и у него действительно нет какого-то развития вперед, надо понимать, что рисков, что он там неожиданно встанет и уйдет, если вы как бы с ним неплохо общаетесь, очень много. То есть он может, например, обидеться на какую-то банальную вещь, что он там год хотел там большой монитор, а ему там вот мы не покупали каких-то причин. А в другом месте он сразу спрашивает, что хочешь, он будет большинство. В принципе, уже решенка. А для вас абсолютно это будет. Он там единственный был неизменный в процессах, ну или там заменимый, но сложно заменимый. Вы в него там вложили много сил и времени и так далее. Вот. И я все равно говорю, что поскольку у меня начали на поле, так же, как и в фильтрах волосы на поле, он будет играть в очень незначительные вещи, которые там хорошо, конечно, подугадывают, но невозможно порой. И здесь, конечно, основное, с точки зрения того, что все-таки у нас, опять же, возвращаясь к Андрею, люди-то станки фактически, то есть нужно все-таки их обслушивать, с ними очень плотно общаться и выбирать очень, наверное, правильную манеру общения, не целиком погружаясь, чтобы быть таким рубахой парнем, там, со всеми там ходить, там, не знаю, бухать, посещать все корпоративы, оставаясь там на самом утро и так далее. Но фактически про жизнь всех ключевых людей вы должны знать прям подробно очень все. Начиная от того, там, вообще, не знаю, там, увлечения у него жены, кто у него любовница, на что ему сейчас нужны деньги, вообще, что у него с детьми, с его оценками в школе и так далее. Вот если в таком ключе ключевых людей будет все знать, то вот такая вот неожиданная ситуация, что сидел человек, там, делал большой проект, а ему, там, предложили мониторинг, войдем больше, он встал и ушел, у вас не будет никогда. А это, как бы, определенная, там, гарантия успешности бизнеса и, там, дальнейшего, в общем-то, развития. Вот, то есть, ну, нужно, не говоря в том, что, наверное, там, стоит знать все, там, про жену и любовь, курьера, но про всех, скажем так, именно, вот, ключевых людей точно нужно знать и, в принципе, во многих случаях вы можете им даже порой что-то дать такое, что для вас, там, не является каким-то, там, большим ресурсом не так сложно, а им это, там, реально необходимо. Ну, вот у нас, там, живой пример был, когда у нас очень долго проработал человек, который, действительно, там, у него была сложность, то есть, он уходил в армию, в общем-то, не хотел в армию идти, и мы, ну, там, банально, причем, там даже вопрос был не денег, как бы, как таковых, а был врач, который мог ему помочь с этой проблемой, но нужно было прописаться временно где-то в Москве, у него не получалось. Ну, там, ему это очень легко организовали, просто, там, ну, практически, если там, даже на ней не совру, совсем без денег, то есть, грубо говоря, человек реально был не против его, там, приписать на какое-то время, он прописался там, пошел к своему мужу врачу, получил, там, все необходимые справки и, как бы, успешно пошел в армию. И он, в общем-то, ну, остался очень благодарным, там, навсегда, там, за то, что мы в этом помогли, хотя для нас это, там, не стоило каких-то, там, бешеных денег, там, и это, в общем-то, ну, банально просто вот из коммуникации с человеком, там, с людьми. Вот, то же самое касается, там, каких-то, не знаю, там, отпускных каких-то вещей, еще какие-то сложности, там, порой люди, там, опять же, там, не могу все-таки не обучаться к ведущему спикеру, действительно, мы все пытаемся, очень часто ощущаем, что мы живем в каком-то, очень таком закрытом сообществе, и, там, очень часто люди, бывает так, что у них, там, некая, есть небольшая проблема, которую они, там, вслух, там, стесняются сказать, или, как вот, часто бывает на конференциях, там, рассказываешь, говоришь, есть вопросы, вроде как вопросов нет, только ты, там, спускаешься вниз, там, и тут же тебя обливаются и начинают индивидуально задавать вопросы, потому что людям неудобно, хотя у них порой вопросы, ну, не то, что, там, какие-то совсем личностные, или секретные, в принципе, порой они тоже спрашивают, но вот есть некая такая специфика. То же самое, как бы, и вот у большинства, там, сотрудников, то есть, там, какая-то проблема может просто, там, его изъедать изнутри, и он может просто, там, допридумывать каких-то вещей, что-то, там, невозможно сказать, там, руководству, там, что мне легко смотреть и так далее, а если все-таки нормальный уровень коммуникации выходить, то объясняется, что, там, в многих случаях, это, там, легко решалось, и если это решить сразу, то в дальнейшем, каких-то, там, огромных последствий не происходило. Как-то коммуникацию, курилки, что ли, там, столовая, какая-то самая, кухня, чтобы в офисе была. Слушай, ну, все... Или тогда, как-то вызывать, там, личные беседы, обеды, как-то. Ну, нет, личные беседы, это, опять же, будет восприниматься, как, там, там, как вызов, там, какая-то куда-то. То есть, ну, по-разному. Во-первых, как бы это надо хотеть. Вот я, например, могу сказать себе, что, там, я тоже, там, вообще-то, начинал, там, свою карьеру программистом, вообще считаю себя некоммуникативным человеком, там, для меня всегда это проблемой было. Помню, еще, там, на «Заре», в 20 лет, там, у меня была идея, там, заняться обучением, вот, и я понял, что, там, выходить, кому-то что-то рассказывать, что-то очень, там, страшно, это огромный стресс и так далее. Но я на «Заре» всегда работал, там, я, там, посещал курсы артурского искусства, посещал курсы, там, актерского мастерства, там, потому что артурское искусство, это часть, по большому счету, именно актерского мастерства. Вот, то есть, и когда общаешься с людьми, вот, нам на актерском мастерстве всегда говорили, что эмоции, на самом деле, скрыть нельзя. Если человека, там, искренне виновидишь и не хочешь с ним разговаривать, ты можешь сколько угодно улыбаться, он это почувствует. Но, как бы, мыслями и ощущениями управлять можно. То есть, если, во-первых, надо хотеть, то есть, если ты действительно хочешь общаться, так или иначе ты где-то там сможешь. С кем-то, может быть, в курилке, кого-то ты можешь позвать, с кем-то ты можешь, там, буквально, там, действительно пойти или пиво, попить или чай, там, по-разному люди раскрываются. Но самое главное, что это действительно нужно хотеть делать, а не из-под палки, там, не просто поставить себе галочку, нет, а нужно со всеми, там, переобщаться. Вот. И люди это, в общем-то, как правило, на самом деле чувствуют, и они точно так же дают определенную обратную связь, либо нормальную, либо, там, ну, во многих случаях, там, люди вообще могут, там, говорить, если ты периодически пытаешься выйти на какой-то такой вот, на короткую дистанцию, но делаешь это очень топорно, то, там, люди начинают говорить, ну, ты скажи, что тебе надо сказать, ну, ты скажешь, там, только отстань, там, вот. Поэтому надо просто пробовать и, ну, действительно, там, хотеть это делать, и оно, в общем, в конце концов, получается. Иногда достаточно, там, не знаю, можно, там, приехать, мне кажется, на работу, там, попить каких-нибудь вкусных, там, печенюшек, сказать, что, вот, там, было хорошее настроение, давайте, там, все попьем чаю, просто, вот, устроим, там, не знаю, микроперерыв и поговорим, там, достаточно бывает, там, таких банальных вещей, вот. Ну, то есть, в основном, просто, действительно, хотите этого, вообще, вот. Ну, и, правда, я говорю, что, так же, как, вот, любой, тот же самый завод со станками, его активы, фактически, станки, там, сырье, и то, что он там производит, так же здесь с людьми, по большому счету, получается, что реально активнее являются люди. И, собственно, если ими не заниматься, там, не пытаться, не понимать, что вообще с ними происходит, они могут какие-то, конечно, делать вещи, которые, к сожалению, бывают непредсказуемы и совершенно не выводят там. Да, ну, вот, по поводу еще собеседований, то есть, ну, первое, это, что, да, все-таки, если у вас есть, там, собственная, там, идеология разработки продукта, как такового, и вы все время думаете, что хочется заниматься им, и его некому доверить, все-таки, я считаю, что нужно брать, находить, ну, сподвижников какого-то, кого вы можете все-таки делегировать и больше заниматься общением. То есть, работа руководителя, там, она фактически на, там, 60-70% это общение. Это решение всяких, конечно, спорных ситуаций, что там с клиентами, с партнерами, что с сотрудниками. Подбор там людей, это их интеграция, там, к себе на работу, так далее, и в основном это люди. И это надо понимать. То есть, если вы просто, там, делаете некий продукт свой собственный, там, то это не совсем тут, скажем так, бизнес. То есть, это просто, значит, вы себе можете, там, набрать энное количество людей и быть в команде. Но, как бы, если говорить, там, про агентство, то в большом учете, это перепродажа человеческих ресурсов, там, покупка у людей, там, по одной цене и продажа, собственно, клиентам по другую. И так, чтобы это все работало. Вот, опять же, там, с точки зрения собеседования, тут, как ни крути, все-таки у нас, ну, наверное, у большинства нет, там, сотен и, там, тысяч сотрудников. То есть, это все-таки каждый человек, это некая индивидуальность. И там порой тоже, конечно, хочется избежать этого, там, подхода, там, когда к тебе много народу приходит, ты их там собеседуешь, устаешь, там, все одно и то же говорят, так далее. Все-таки в большинстве случаев, конечно, да, там, многие ленятся. То есть, вот, на хорошую, наверное, ну, опять же, там, у всех проблема с квалифицированными кадрами. Однозначно взять, там, человек, которого ты себе представляешь в голове, там, который, там, не хочет сразу получать, там, много денег в дальнейшем, тоже, там, при этом все знает, идеально интегрируется к тебе в компанию и, там, работает с KPI, там, 150%, их там просто нет. Их можно единственное, что выращивать. Опять же, чтобы их выращивать, их, конечно, нужно, ну, понимать и собеседовать с самого начала. То есть, в любом случае, если даже первичные какие-то собеседования проводит кто-то, я считаю, что, ну, если у вас не совсем массовый отбор, что вы просто берете, там, 10 продавцов из тысячи человек, и они у вас там работают 3 месяца, потом новых, там, а все-таки людей, которые, там, у вас проработают несколько лет, в любом случае, даже на ранней стадии, то есть на фактически первом приходе, имеет смысл с самим разговаривать, потому что все-таки HR, как правило, они там, ну, я не встречал людей, которые там глубоко погружены, прям, если они выходцы из разработчиков, наверное, они могут там также разбираться в людях, но в большинстве случаев все-таки они по каким-то поверхностным вещам смотрят и могут просто или наоборот пропустить каких-то, в принципе, интересных людей, или наоборот не допустить к вам, что тоже, в общем-то, плохо там. Вот, поэтому, да, ну и вот опять же там из собеседования действительно там периодически, например, набирая продакт-менеджеров, приходят там бывшие генеральные директора каких-то бизнесов, узнаешь очень много там интересного для себя, там, какой бизнес пошел, не пошел, по каким причинам он говорит, там, что он там, не знаю, развалился, умер и так далее. Черпаешь какие-то действительно там идеи. Плюс вот, ну, то есть я пробовал, что там, кратко говорил, что опять же там методологии поиска клиентов приглашаешь, бренд-менеджеров, как правило, это люди, которые работают потом, ну и вообще как бы должность, в которой, как правило, нуждаются все-таки крупные бренды, крупные компании, в принципе, лакомые кусочки для большинства там агентств. И, как правило, вот я общался с ними по ДУМ таким тематикам. Первое – это бренд-менеджеры себе в компании для развития компании Triland, то есть как он себе представлял бы там, или она, как можно развивать компанию. Для них, для всех, на самом деле, это сложный очень вопрос, потому что эта сфера достаточно узкая, это не FCJ отрасль, когда там массовый продукт. Но, тем не менее, там пообщаться на тему, как, что всегда, в общем-то, на самом деле интересно. И второе – это, собственно, когда там есть некие там, у нас там были большие клиенты, которыми, ну, не справлялись там кто-то из маркетологов, то говорили, что есть такой-то клиент, его нужно развивать, вот как бы это делали вы, как бы это делал бы ты. И, во-первых, если нормально общаться, ну, там, то расстаешься ты после собеседования с, ну, скажем так, взаимно хорошими, отношениями друг к другу. То есть я никому там… Ну, то есть пообщавшись, например, когда там разговариваешь с бренд-менеджером и говоришь, как развивать там веб-студию и понимаешь, что у него такого представления нет совсем, ты, в конце концов, понимаешь, что, наверное, да, это слишком маленький, маленький бизнес, маленькая отрасль, там, наверное, не для там ваших амбиций. Расстаешься там хорошо. Если, собственно, говоришь о каком-то клиенте, тоже там бывает, что сходишься, бывает, что не сходишься. Но у меня вот там истинное количество людей, которых я таким образом собеседовал, которые потом там устраивались. Какие-то крупные компании давали нам клиентов, вот, и с радостью это, в принципе, делали. Хотя, опять же, там ошибка, что когда-то приходишь HR и рассказываешь, там, зовешь всех там за 500 тысяч бренд-менеджеров, там, слушаешь, что они говорят, а потом говоришь, давайте сотрудничать, устраивайтесь на работу и давайте нам клиентов, вот, работает очень плохо. То есть, буквально там со второго, ну, первый человек у нас там скромный очень оказался, он просто там без обратной связи ушел, а второй буквально сразу же там что-то написал, что, в общем, нехорошо делать, типа, что некой работы нет там и так далее. Вот, но сам я, в общем-то, вполне, то есть у меня там 3-4, наверное, 5 есть, вернее, не 3-4, 5 людей, а лично. Когда такие менеджеры уходили и работая в той или иной компании, они потом меняли их и снова обращались к нам и, собственно, делали там вот, ну, кто-то там 3 компании так прошло, кто-то 4, кто-то 5. Вот, так что, опять же, там, ну, собеседование, это, наверное, тот момент, когда все-таки, как правило, руководитель занимается компанией и имеет некий опыт, и может интуитивно или там на основании общения понять очень много про людей и про то, с кем он разговаривает. И это, в общем-то, всегда полезно. И, опять же, там, вот если говорить о том, кого брать, там, с точки зрения развития, то есть, ну, действительно, там, если рассчитывать на то, что вы берете очень опытного специалиста, который себя там считает некой звездой, что он дотянет всех до своего уровня, нет, ему это, в принципе, в большинстве случаев неинтересно. Во-первых, самое главное, он не всегда это просто знает и умеет, как делать, а во-вторых, вот просто, может быть, совсем неинтересно, он приходит, как правило, там, за какими-то новыми знаниями, новыми амбициями, может быть, но никак не за тем, чего, в принципе, там, вам хотелось бы от него, чтобы он взял и масштабировался. Умел бы он это сам сделать, он бы там давно сделал, и там многие бы сделали. Вот, я считаю, что там в любой, наверное, момент все-таки важнее не… Опять же, там, если у вас некий есть набор звезд, когда каждый из них считает себя суперзвездой в креативе, там, в разработке, в копирайтинге, они очень с трудом будут друг с другом срабатываться, вот. И это будет сложность. То есть, да, вы ими, конечно, можете управлять, они, наверное, могут совместно с вами, там, гениальный продукт сделать, но он очень будет ресурсъемкий. То есть, это будет как подвиг каждый раз, где вы, в принципе, сам для себя должны этот подвиг совершать каждый раз, собирая их, правильно выстраивая коммуникацию и так далее. То есть, а компания – это конвейер все-таки, как ни крути. И если это постоянная работа, то все-таки лучше ориентироваться на неких лояльных людей, которые так или иначе просто приходят к вам, и вы чувствуете, что да, они лояльны, им интересно развиваться, и они там до какого-то момента растут. Чем набрать там звезд за повышенную какую-то там заработную плату? Ну, есть, конечно, там, словно говоря, у вас обращение, что пришло, действительно, не знаю, Марк Сутберг говорит, что нужно там создать что-то очень быстро, неожиданно, там, прорыв на рынке, тогда да, это конкретная задача. А в большинстве случаев, конечно, совсем не так. Вот. И опять же, там, например, вот, есть масса людей, которым по большому счету все равно где работать, на собеседовании всегда там, когда человек рассказывает о себе, там, я спрашиваю, почему вы пришли к нам? Ну, и, собственно, там, люди, как правило, вообще, как бы люди там, когда они ожидают, что там нужно соврать, они, конечно, могут там что-то придумать, но когда они, собственно, не готовы к этому, как правило, никто там ничего выдумывать-то не будет. И вот у нас очень часто там люди говорят, там, рядом живу, там, или там, ну, посмотрел, там, вроде там устраивает условия и так далее. В большинстве случаев они, как правило, там, про компанию ничего сказать не могут. Вот. То есть я все-таки старался всегда разговаривать с людьми, там, которые там так или иначе все-таки не, как там для себя наметили, там, пять мест, куда они съездят сегодня, им там все равно где работать, и они, собственно, просто там галочки обмещают, сюда съездил, вроде понравился, сюда поехал, там, и так далее. То есть если человек совсем ничего не может сказать про компанию, там, то, как правило, говорю, что идите там, подумайте, если у вас все-таки будет желание вернуться, возвращайтесь. Я задам еще раз те же самые вопросы. Вот. И опять же там люди, когда считают себя очень мощными профессионалами, им, как правило, хочется попасть, наверное, либо в очень комфортные условия, когда они, ну, не сильно напрягаются, там, хорошо зарабатывают, либо же там они ищут в зону дискомфорта в плане того, что там окунуться в ту зону, где они не очень компетентны, изучить что-то новое. Вот это изучение, в принципе, оно очень часто получается, как-то происходит. Как раз таки вот с точки зрения, я сейчас перескочу, как раз, что вот с точки зрения, как правило, когда приходит некий середнячок, может, неопытный человек, очень часто все рассуждают, что, ну, вот сейчас я там в него вложу денег, произведу там кучу затрат, он там встанет и уйдет. И я так тоже там думал не один раз, как бы, и, к сожалению, мыслящая такая, она все время давлеет, как бы все время начинаешь прикидывать, а стоит ли вложить, может, это как-нибудь так получится, и так далее. Вот здесь, наверное, некое решение такое, как покупка с точки зрения бизнеса, там, не знаю, там, домена, проекта, машины и так далее. То есть, есть, например, ну, вы рассчитываете, если, то есть, надо рассматривать это как инвестицию однозначно, то есть, если, как бы, вы опасаетесь, что человек может уйти, или вы не знаете, как его можно удержать, или, там, вообще не собираетесь этим заниматься, и собираетесь инвестируют в него деньги, ну, это то же самое, как просто, там, совершить акт благотворительности. Ну, когда вы совершаете акт благотворительности, вы, в принципе, не ждете обратной связи, там, ну, может быть, там, кармическая связь, конечно, есть какая-то, но не больше. Также, собственно, и с сотрудниками. Если все-таки вы понимаете, что это для вас реальные станки, которые дают возможность вам зарабатывать, то рассматриваете это как инвестиции. Соответственно, инвестировать, наверное, там, в сломанный станок, или, там, в ненадежный, не будете, или, там, сначала починить, или, там, поймете, что в него действительно инвестировать можно. И если вы инвестируете, то, да, в дальнейшем вы ожидаете какой-то определенной отдачи, и это, в общем-то, нормально. Вы можете, там, во-первых, сотрудниками обсуждать разные сложности, на которых вы, там, им делаете, ну, там, оплачиваете обучение, даете какие-то там знания и так далее. Ну, вот, во-вторых, опять же, там, если все-таки инвестиции, да, то она, как бы, осмысленная, там, опять же, там, абы как, или, там, абы какую машину, которая вам подвернулась, покупать правилам этого не будет. Так, собственно, и с человеком. Вы, если его с самого начала, там, изучили, поняли, что да, он вам нужен, дальше вы, собственно, прикидываете, вот после, опять же, там, предугадать, как он будет у вас вести, несмотря, там, замечательные собеседования, очень сложно. То есть вы можете проговориться, и не поймать, понять, что это вообще просто ваше продолжение, он вас, там, с полуслова понимает, буквально, там, может проработать несколько дней, и тут же ощущение будет совершенно другое, что вообще, там, вообще ничего не понимает, ничего не делать, и так далее. То есть надо, конечно, смотреть на реальность, если все-таки есть эта вот притертость, потом уже прикидывают, готовы вы инвестировать, а сколько, а что вы ожидаете от него, и так далее. Можно оговаривать, там, массу разных способов есть, чего все боятся, что вы инвестировали деньги в него, а он, конечно, собрался, там, увозился, да, там, я уже говорил, что, например, можно брать и говаривать, там, ну, исключать контракты, что он там не имеет права, не имеет права на самом деле нельзя у нас по Трудовому кодексу там, то есть не ограничить никак вы не сможете, но можно говорить следующее, что он вам пишет там расписку, что он занял у вас много нового денег, а вы ему даете возможность обучаться и говорите, что через некоторое время, отработав два года, все-таки вы этому расписку отдаёте и можете в больнице. А в расписке это написали? Ну да, например, я на самом деле не брал расписку, но как бы самого согласия человека, что он готов написать, говорит о том, что он действительно готов там отработать темное количество времени, и несогласие, и вот это вот недоверие, что нет, как же так, соответственно тоже о чем-то говорил. Но я говорю, что здесь вот если как бы на это все смотреть с точки зрения инвестиций в чего угодно, покупку машины, цену и так далее, здесь тоже самое, смотрит туда, готовы доверить этому человеку, готовы в него поверить, готовы в него уложить или не готовы, но как раз вот срабатывает всегда. С этой точки зрения самое главное, что опять же по ощущениям, если вы совершаете акт благотворительности или у вас есть некая затрата, я знаю у некоторых предпринимателей, у которых реальная вот трата или обдача денег, она приносит физическую боль, то есть вот, ну вот честно, я не верил, но у меня есть один такой знакомый, вот куда бы он деньги не отдавал, когда он с ними расстается, там вот видно по нему, что он страдает, это вот на самом деле так. Вот. Поэтому есть угол, который отдаёт деньги. Нет, я к тому, что при этом, если, например, ему сказать там, а вот там, не знаю, там, продаётся фейсбук, там стоит миллион долларов наличными сегодня, он будет с радостью отдавать ему деньги, у него будут совершенно другие ощущения, даже и с вот вложением в людей, то есть, если всё-таки вы рассматриваете это не как там траты и всё-таки, главное, боль там с отратами и ещё с рисками, что он убежит, а всё-таки прикинули сначала готовы, не готовы инвестировать, потом инвестировали, это совершенно другое отношение для вас тоже, что, в общем-то, немаловажно. А, ну и вот по поводу, кстати, увольнения тоже, такой момент, что, ну, либо должен быть очень сильный, скажем так, опять же, там, по-хорошему, если есть возможность взять сильного HR, когда вот эту вот всю человеческую сущность может взять на себя, это замечательно, но надо понимать, что, когда вы всё-таки делегировали общение и вылетелись там чем-нибудь, неважно чем, в другой компании, продуктом, и у вас этот сильный HR знает всё про всех, умеет с ними их миксировать, умеет их мотивировать, умеет их наказать и так далее, он фактически становится тем человеком, который, в принципе, это и обладает компанией, то есть, если вы ему это всё делегировали, то у вас появляется там, ну, возможно, это там, сильный партнёр, а, возможно, и, в общем-то, очень сильный неприятель, который в какой-то момент может сказать, что вот эти люди все со мной, там, и, собственно, от вас тут ничего не зависит, поэтому либо будет вот так, либо вот так, вот, и, собственно, если такого всё-таки HR нету, и у вас огромное количество людей проходит, то надо понимать, что кроме как важного вот этого момента о приёме на работе и очень важный момент, всё-таки как бы тоже расстаётесь с человеком, потому что вот, ну, сам вот этот выход человека, собственно, наружу, он может нести некие риски, порой большие, порой, там, не знаю, маленькие или, там, неприятные, именно с точки зрения того, что человек может уходить, там, с каким-то недовольством, он может, на самом деле, уходить с тем, что, там, его, не знаю, там, обсчитали, там, или не дали реализоваться и так далее, и, как бы, если вот этих моментов вы не будете себе отлавливать, то они потом могут, там, всплывать очень неприятные моменты, когда, там, именно количество лет спустя, там, человек заявляет, что ему, там, где-то считали денег, и вообще, что, там, всех обманывают и так далее, писать кучу отзывов и так далее. Всё сильно дороже разбираться, чем просто один раз всё-таки постараться, там, поговорить и понять, вообще, с каким настроением, там, в реальности человек от вас уходит. Вот, тоже момент такой, который, там, правило, там, на входе, ладно, там, так или иначе, мы все всё-таки отрабатываем по свою, там, долю, пообщались, пообщались, со всеми взяли, там, замотивировали и так далее. Но, в конце бывает так, что не отрабатываем. И, вот, с точки зрения, опять-таки, KPI для HR, например, там, я очень хорошую, недавно слышал, модель, что, например, если человек приходит с заявлением и пишет, там, что через две недели увольняется, а вы об этом не знаете, то, с точки зрения HR, это очень, там, печально. То есть, ему можно, там, не знаю, вычитать, наказывать, страховать и так далее. То есть, хороший HR должен, таким же, знать заранее, нельзя в Венгрии, что, вот, так, у человека к таким-то причинам есть настроение, там, уйти, с этим уже ничего не поделаешь, да, там, как минимум, должно быть, там, за месяц, там, с полтора, за два. Либо же, если, как бы, HR такого нет, и вы сами это делаете, то, соответственно, сами к себе точно так же можете относиться. То есть, если, как бы, вы не предугадали, что вам человек принес белую бумажку и обольняюсь, значит, где-то там есть недоработка, значит, что-то нужно переделывать и отрабатывать по-другому. Вот, и это в результате, оно, конечно, ну, во-первых, вы очень много можете получить просто таких лояльных людей бренду, если вы с ними хорошо расстаетесь и оговариваете, не знаю, там, что там, давай, не знаю, там, дружить, будет, там, желание будем партнерствовать и так далее, то оно, как правило, в общем-то, срабатывает на самом деле хорошо. Это выходит очень большое количество лояльных людей бренду. Вот, кстати говоря, например, у меня тоже там, в большинстве случаев я стараюсь со всеми сам попрощаться, я всегда им говорю, что там бывших сотрудников нету, вы все, в принципе, теперь, как сказать, разведчики-шпионы, соответственно, ваша задача все там разузнавать, все лучшее сюда отдавать и так далее. И вот со всеми, с кем я в этом таким образом как бы разговаривал, у меня никаких там сложностей не было. И там есть, конечно, часть людей, с которыми, там, так или иначе, конфликтовал я сам или, там, как бы спускал, что называется, мимо себя в такой момент, и действительно там возникали сложности. Вот, то есть, надо понимать, что, да, все-таки люди это не станки, вы их не списываете, не выбрасываете, они, собственно, идут дальше. И, в общем-то, так же, как вы их там приняли и поработали, так же, в общем-то, с ними надо уметь хорошо прощаться. И чем большее количество людей, наверное, у вас ушло в таких очень хороших настроениях, тем, на самом деле, они очень огромную роль могут выполнять полезную в плане того, что просто распространять, там, идеологию вашу, там, рассказывать, как у вас все замечательно, там, как вы там все делаете и так далее. И это может стоить, там, огромных денег в плане того, чтобы такую же, как бы, популярность снискать, там, покупая чего-либо порой сильно дороже получится, чем просто вот это все делать. Так, давайте, может, вопросы кинем раздаем? Вот это что такое, зона комфорта и дискомфорта? Да, ну, зона комфорта и дискомфорта. Мы все стремимся, так или иначе, оказаться в некой зоне комфорта. И это, в общем-то, нормально. Точно так же и сотрудники, и надо понимать для себя и для сотрудников, что чем больше вы умеете вводить людей и правильно вводить из зоны комфорта в зону дискомфорта, тем более полезно это, там, и для них, и для вас, на самом деле. Это не значит, конечно, что надо, там, кнопки подкладывать, там, или, там, иногда, нас, по-моему, люди балуются, когда, там, пытаются мышкой по экрану вводить, Антон убегает, там, программисты, так вот, ну, это вообще для молодых устраивает. То есть, там, поставили, а у него там работать невозможно. Я имею в виду, что, вот, если, там, условно говоря, человек понимает, какой он план может выполнять, и он его, там, из месяца в месяц выполняет, то нужно находить способы, каким образом все-таки, давать гораздо больше планов. Сейчас сбился с мысльем по поводу зоны комфорта и дискомфорта. Есть такой хороший мне пример, очень такой давний, это когда я еще давно работал в компании, продающей ноутбуки. У нас был момент, когда одному из директоров подразделения, ну, там, они, там, не выполняли планы и перестали уплачивать зарплату. Ну, то есть, оклад, то есть, ему сказали, что он будет получать там топ-процент. И первый, конечно, для него был некий шок, типа, все, там, увольняюсь, там, с другой стороны, вроде, как все привычно, там, не увольняюсь, там, ну, ладно, сейчас вроде, там, есть немножко денег, там, и так далее, там, выкручусь. И вот он выкручивался, наверное, года полтора, причем разными способами. Сначала, то есть, он первым делом, конечно, да, он не мог к этому подстроиться, то есть, он просто, там, вытаскивал, ну, мы с ним, там, тесно общались, то есть, он, там, начал вытаскивать какие-то деньги у него, которые были накоплены, там, тратить, там. Это первый, конечно, самый простой. Потом он начал пытаться, там, продавать так, чтобы он, там, продавался больше, он, вот этот вот процент, бонус, который зарабатывал, они, там, получались больше. При этом, вот эти вот бонусы, которые он стал получать, оказавшись, там, совсем оклада, они, ну, в результате, там, он зарабатывал, в общем, сильно больше, чем, когда он, там, был на окладе и чуть продавал, то есть. Ну, вот, такой яркий, очень старый пример у меня, там, можно, там, наверное, массу, кто-то вытаскивает, но, реально, действительно, получается, что, все-таки, когда человек из такой вот зоны очень комфортно выходит, он, на самом деле, очень много совершать может таких вещей, которые, там, сам от себя порой не ожидают. И, вот, как раз-таки задача руководителя, наверное, у каждого такого находить и понимать, ну, кто, чего может. Опять же, здесь, конечно, не стоит перебарщивать, да, там, можно, совсем, там, конечно, требованиями доходности от человека убить его, там, совсем, чтобы он, ну, то есть, каких-то, совсем, там, нереальных, там, чтобы он, там, совсем, порвался, там, на гвартианский флаг и, там, погиб, не стоит, но надо понимать, что, вот, наверное, мы, по этому директору, даже, там, в свое время споры какие-то ставили, что он, там, ну, завтра уйдет, через неделю и так далее, а он, в общем-то, не то, чтобы не уходил, он продавать, там, в разы больше начал, как бы, и, ну, то есть, действительно, никто не ожидал, то есть, что человек в состоянии такие вещи делать, и, ну, каких-то таких примеров, там, не знаю, если говорить, там, про вид дизайнеров, то я помню, что у нас там был дизайнер, который мы, фактически, у него зона комфорта была, то, что он, там, мог, какое-то время, в общем-то, работать с своими какими-то проектами, мы просто его лишили этой возможности, оговорив, что, вот, там, ситуация не очень хорошая, там, с тем-то, с тем-то, собственно, вот, мы из нее выберемся, потом что-то можно будет, там, бывает обратная ситуация, когда у нас, к примеру, разработчик сидит, там, в коллективе женском, и у него реально уши, там, в трубочку закручиваются, мы его, там, пересаживаем, так, что он сидит, там, в тишине, у него производительность вырастает два раза, он говорит, так счастлив, я их не слышу, там, я могу творить, там, успею, вот, ну, то есть, находиться очень долго, вот, действительно, там, говорить здесь в обратную сторону, то есть, там, допустим, для менеджеров, там, что называется, волку ноги кормят, вот, да, для него в зоне дискомфорта можно долго находиться, ну, разработчик, он, например, там, сидеть, там, годами слушать то, что он не хочет, слышать, это слишком долго находить в зоне дискомфорта, то есть, этими зонами нужно, в общем-то, управлять и уметь, как бы, понимать, в каком случае ты можешь человек туда разместить, и каким образом ты его туда можешь вывести. А система мониторинга сотрудника не использует, какие-то, там, что на рабочем месте у него делается на компьютере, камеры, там? Ну, есть все, камеры, там, да. Контрольные переписки, там, всякие такие вещи. Контрольные переписки, и так далее, но, вообще, как бы, по-хорошему, я считаю, что, да, нужно, но, там, наверное, негласно это делать, и... Опять же, там, смотри, сколько народу есть, например, у тебя коллектив, там, все-таки небольшой, и, допустим, ты можешь просто неожиданно, там, подойти и понять, что человек делает, и не стоит, там, сильно много... Вот, улучшить всю мобильную связь, там, все равно тяжело, то есть, человек будет пользоваться, там, смартфоном и всем остальным, проще, в общем-то, живу. Опять же, там, достаточно того, что ты будешь просто понимать, там... Ну, есть куча метрий, то есть, например, там, если все-таки человек, там, занимается, там, просто... Ну, это, в общем-то, не то, поймать можно, но... С точки зрения, конечно, такой коллективной, там, вещь, когда, там, чтобы все понимали, что все-таки на работе надо работать, там, заниматься чем-то еще, ну, в небольшом коллективе, я считаю, что проще просто сделать вживую, путем, там, просто, там, неожиданно подошел, посмотрел, не знаю, что-то обсудил, и так далее. Сразу будет все видно, там, что происходит. Вот, ну, что касается, там, контроля переписки... Ну, служба безопасности, наверное, все-таки нужна, когда много денег, много людей, опять же, смотря, там, какой бизнес, там, то есть, если это... Если, опять же, не присутствовать, там, совсем в офисе, или он, там, удаленный, то, да, наверное, нужно, тогда ты будешь это мониторить. Но, опять же, надо понимать, что, во-первых, у людей очень часто, у них, там, я помню, что у нас был прием, там, в одной переговорке, реально, ну, вернее, во всех переговорках ставили и камеры, и запись аудио, но у нас, в реальности, там, в одной и разной, в одной переговорке, что у них есть? Стоять с опытными безопасниками, они говорят, в первую очередь, камеры и микрофоны надо в курилке ставить. Все остальное, это так, ну, все будет, ну, говориться, или, там, так, что ты не поймешь чего-то, и, там, не разберешь, и так далее. И, конечно, да, у сотрудников часто возникает паранойя, что их, там, читают, слушают, и так далее. В реальности я могу сказать, что вот я, например, когда у меня совсем мало людей было, и мне казалось, что вот, когда будет много людей, нужно специально таких стукачей заводить, которые будут стучать, раскладывать, там, все, и так далее. В реальности заводить не надо, у нас сущность большинства такая, что они все, там, многие находят для себя такую важную роль, что надо, там, обязательно сообщить, что там происходит. И, буквально, там, какие-то вещи, там, я узнавал, там, в разных ракурсах, и не надо было ставить каких-то, там, специальных вещей, которые все мониторили, да, просто, там, люди друг про друга. Ну, правда, есть, конечно, вещи, когда, там, конечно, еще здесь, вот, могут, фактически, сотрудники начинать играть в такие шахматы, использование руководителя, как ядерной бомбы. То есть, там, можно аккуратно ему какую-нибудь инфу подсунуть, там, если на это реагирует, то и есть, там, это сработало. То есть, опять же, там, нужно очень внимательно к этому быть, и к ощущениям, то есть, да, могут сказать, что вот, 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 тырит, там, базу, там, клиентов, да, там, что вот такие факты, ну, в реальности, пока ты этих фактов сам не видел, не осознал, предпринимать ничего не стоит, потому что это может быть, там, ну, совершенно не так, или, там, воспринимание не так, или, там, ну, то есть, есть масса вариантов со спочечным телефоном, там, и, когда, собственно, там, опять же, конфликтные ситуации, все лучше всегда вообще вместе, там, разбирать. Когда, у меня, например, там, недавно был пример, когда у нас очень есть девушка, менеджер такая очень эмоциональная, там, и она, там, по одному из проектов, там, ей нужно было срочно какую-то оплату сделать, она, там, всех просто на уши подняла, вот, и просто всех трясло от нее, там, фактически, когда, там, даже другой проект обсуждали, даже никто не смог понять, что это совершенно другой проект, соответственно, по одному проекту, там, он, действительно, был не очень выгоден для нас, и с ней все пообщались, и она потом просто тоже в таком состоянии прибегает, что, там, со мной тут никто не хочет работать, короче, ничего невозможно, потому что проекты все невыгодны и так далее, и, когда, допустим, все вместе собираешься, разговариваешь, выясняется, что, там, там, ее оппоненты вообще не поняли, что речь про другой проект, так, вообще боялись, что она к ним придет, потому что она орет очень громко, там, не, ну, правда, Света, как ты ее видела, у них там был проект по СВМ, она тогда реально, там, причем она очень так, очень так спешила объяснять все это дело, и, кстати, там получилось, что я просто, ну, читаю какие-то вещи и понимаю, что, да, мы почему-то по СМ мы не хотим, проекты не берем, потому что все невыгодно. Спрашивают, почему они, говорят, ну, Света так объяснила, спрашиваю Света, Света говорит, там, да, они вообще там, собираешься вместе, да, получилось поговорить, вот. А удаленные офисы в своей практике вы используете? Ну, у нас был, на самом деле, причем он очень большой был, там, 60 человек, как бы, потом мы посчитали, все поняли, что даже если человек удаленный, все-таки слишком дорого, проще все-таки меньше народа иметь, но, как бог, чем вот так вот далеко. Что касается вот удаленных людей, наверное, скажу, наверное, то, чего ученика там в лечении не говорили, в плане того, что все-таки надо понимать, что я, например, упал с очень простым принципом в работе с фрилансером, надо понимать, что фрилансер – это человек от слова «свободный», то есть фрилансер, соответственно, если ему дали работу, там, на 2 тысячи долларов, но тут же кто-то ему написал, там, что там есть маленькая работа на 50 баксов, он делает то, за что последние дали деньги, какие бы они ни были, поэтому порой они, конечно, срывают сроки и рассчитывать, как бы, на них очень сложно. Есть понятие аутсорс, когда ты с человеком договариваешься, что все-таки работает на тебя, и ты договариваешь с ним условия, например, что он там с 10 до 8 в скайпе, что он там отмечается, где нужно, и отмечает количество часов отработанных и так далее, это немножко другое, просто человек удаленный, сидящий, условно говоря, дома. Вот, опять же, если вы начали работать с ним как с трювайсером, то есть он там берет, не берет работу, перевести его в аутсорсер, порой и сложно, и невозможно, потому что он, собственно, в другом измерении живет. То есть это, как бы, надо сразу оговорить, что там, да, мы берем удаленную работу, это может быть не целый день, может быть, там, не знаю, хоть там 4 часа или там 2 часа, но это вот то время, когда он полноценно, твой сотрудник, соответственно, он должен выполнять определенные правила и обязательства, которые в самом начале вы с ним оговариваете. Вот, с аутсорсерами, соответственно, более надежно работать, и с ними более прозрачно, более понятно, что, собственно, с ними происходит и как контролировать. Вот, что касается, там, взаимоотношений по договорам, ну, у нас вот есть, там, примеры, когда, вот, реально, мы, действительно, заключаем договора такие трудовые, полноценные. Вот, не подряда, как таковой, вот, с подчасовкой, а именно, просто на сотрудника, то есть, законодательство сейчас позволяет. Вот, у нас как раз был пример, когда у нас девочка уехала, вообще жить в Португалию, но она у нас, там, штатный сотрудник, причем она пишет заявление на отпуск, она прислает, там, в скан, мы ее отпускаем в отпуск, мы ее штатными списаниями и так далее. И у нас, например, подравить в тот момент, она тоже, там, желание к неким таким прошлым, то есть, она, например, считала, что если человек удаленный, то либо договор подряд должен быть с задачами, либо не получится такого штатного единицы, в общем, поковыряясь во всех, там, законодательствах, постановлениях и так далее, не понял, что это возможно, и это вообще сейчас практикуемые вещи, то есть, ее можно, собственно, использовать. Ну, я здесь единственное считаю, что, все-таки, если это не какие-то разные совсем работы, то это не надо устраивать работу, как с неким удаленным сотрудником. А еще лучше, конечно, если есть возможность, чтобы сотрудник на некоторое время приехал, поработал в офисе, ну, так, месяц-два, а потом уже там работал удаленно. Вот, это, как бы, намного увеличивает его эффективность работы. Ну, есть, конечно, в офисе есть, там, много людей, там, и ему есть, там, с кем коммуницировать. Вот. В дальнейшем, как бы, намного проще, там, встраиваться, как бы, и, порой, то, что он удален, это даже, там, бывает, что незаметно совершенно. А как вообще практика, вот, если говорить, вообще сейчас перестанут? Удаленщиков? Не, использую, ну, просто мы оговариваем, как правило, вот, ну, ну, не что просто, там, фрилансер сидишь, там, на фрилансе, там, берешь заказы, как, там, ты, допустим, там, на нас работаешь столько времени, ты должен, там, быть, не знаю, в скайпе доступен по телефону, там, в рабочие часы, или, там, отчетность какую-то, там, человек, там, дает, там, раз в неделю, ну, или, там, в системе какой-нибудь приключения. Почему удален, там офис получился? И? Почему офис получился? Ну, так, а? Просто... Это не проектная работа? Нет, знаешь, как получилось, просто, когда мы отговаривали, все время в офис вулогде, там, фактически, как такового веба не было, там, был скал, который производил, там, у нас лечение для лотер-кипеток, и, как такового, то есть, веба не было, поэтому зарплата была достаточно низкой, скажем так, конкуренции не было, то есть, была выгодная позиция. По прошествии, там, 5-6 лет, выяснилось, что там уже, там, штук 20 студий, соответственно, уже есть рынок, соответственно, меньше какой-то суммы платить уже нельзя, потому что никого про него не возьмешь. Вот, и когда, собственно, людей много большого офиса, то, опять же, там, нужен некий местный человек, который ведет бухгалтерию, ведет, там, ну, директор, там, руководитель, там, администрация должна быть, и так далее. Это все на круг выходило, что, в общем-то, ну, то есть, получалось так, что не настолько выгодно все-таки это удаление было. Чем просто? Да. Тех же 60 человек там? Ну, не 60, там, поменьше, там, теперь же, когда они все под боком, условно говоря, там, можно меньше, даже эффективность больше получается. Вот. Плюс, во-первых, есть такая статистика, есть коэффициент зарплаты, там, допустим, те же самые опытные программисты, у них вот этот коэффициент минимальный, ну, по Москве, например, то есть, там, по некоторым специальностям есть, когда, там, условно говоря, там, не знаю, офис-менеджер в Москве может получать, там, 40 тысяч рублей, там, в Волге, там, 15. Коэффициент бешеный. Но если ты опытный разработчик, то, как правило, неважно, где ты находишься, потому что ты можешь найти работу, вообще, там, на западную компанию, на Москву, стоять и работать удаленно. Вот этот коэффициент, он сильно, как бы, изменился. То есть, да. Поэтому очень стал невыгодой. А что там со временем вообще? Сидеть минут. А, пять минут. А можно, да, если на вопросы? Да. А, прошлый спикер Андрей говорил, что Индиджитал нажимается и нет смысла там сейчас тусить в ваших статусах? Ну, я с Андреем, на самом деле, и согласен. В принципе, хотел бы, наверное, то же самое сказать. Не хотел просто повторяться. Ну, смотрите, как бы, что касается... То есть, я не могу сказать, что здесь, конечно, все совсем ужасно. Прям совсем-совсем. То есть, тусить-то можно, но, действительно, зарабатывать или очень сильно вырастать, это очень сложно. То есть, вырастать можно в неких сервисах, когда, там, действительно, там, начали делать люди. А массеры, там, бешеный, в принципе, потенциал. А, опять же, хорошо расти там, когда ты начинаешь чего-то новое, которое... То есть, сейчас уже этот рынок более-менее устаканит. То есть, есть некий крупняк. Крупняк, где-то, крупняк, с точки зрения агентств и, собственно, самих брендов. И, если там... Ну, я считаю, что здесь, как бы, рассчитывать на то, что можно неожиданно, там, зайти резко и слюбить, там, миллионы, действительно, не стоит рассчитывать. То есть, диджитал рынок интересен, наверное, тем, что здесь, например, человек получил, там, из какого-то вуза и не знает, куда податься, то, например, если он пойдет в некий, там, большой бренд, там, кто-нибудь с некий смс-маркетологом, он там очень долго будет, там, заниматься перекладыванием бумажек, там, экспортом номер, там, из одних табельщиков в другие, и будет очень скучно. То есть, никто не будет рассчитывать на него, на его какую-то гениальность, там, креативность. И в этих транслянных корпорациях вообще сейчас все управление сместилось туда, обратно в Америку, соответственно. Даже здесь, там, сильные маркетологи просто должны выполнять то, что им спустили. А в диджитал-агентстве человек может очень быстро набраться, там, знаний в разных совершенно областях, и в коммуникациях, там, и в project management, и в, не знаю, в каких-то таких вещах, типа, там, не знаю, SEO, там, арбитражей и так далее. И потом уже понимать, куда он дальше может углубляться, вот. То есть, слово «to city», оно, опять-таки, подразумевает, там, у каждого по-разному, там, то есть, если, условно говоря, там, так же, не знаю, там, не знаю, если тусить с точки зрения, там, быстрого роста и быстрого заработка, то, наверное, не стоит. Если с точки зрения, там, получения знаний, коммуникаций, возможности знакомства, там, нахождение, устраивание, там, нетворкинг, то имеет смысл. Вот, а так, я считаю, что, конечно, нужно искать какие-то, вот, действительно, ниши, и в них… Вот, я хочу, например, сейчас спросить у вас, там, кто первый в космос полетел? Все знают, да? Кто первый вышел в открытый космос? Да, уже просто важные. Ну, в частных случаях, там, знаю, там, кто, там, первая женщина, полетевшая в космос? То есть, опять же, все знают. Сейчас перечислить, там, кто второй в космос открытый вышел, кто третий, там, в космос полетел, уже сложнее. Вот, поэтому нужно находить там, где вы можете быть первыми, и пытаться, в общем-то, вот эту нишу, как бы, выращивать очень хорошо. И, конечно, вот этот период, там, когда диджиттал агентство, называлось диджиттал агентство, могло бы быстро расти, а оно было бы 10 лет назад. А сейчас, как бы, там, ну, любой выходец, там, из любого института, попив пиво, называется диджиттал агентство, он может офигенный сайт сделать, и он будет круче, чем сайт Брейк, например. Ну, вот, и он может куда-то зайти и сказать, там, охрененно, крутое агентство, там, и очень тяжело будет, как бы, вот, на таком же уровне, там, ну, условно говоря, так, посмотрев два сайта, пообщавшихся людьми, без какой-то, там, предыстории или, там, того, чего вокруг происходит, понять, насколько, там, оно серьезное, там, большое, очень сложно. Ну, да, и это и в шайме, там, первые десятки. Ну, да, нет, там тот самый, как его зовут зовут? Теглайд. То есть, он же все время, там, когда давал очередное место, он говорит, когда же вы сделаете новый сайт? Ну, да. Ну, да. А стоит ли его понять сотрудника, если он перестал быть вояльным, но он очень сильный профессионал? Да. Да. Зачем вы шпионите за собой? Ну, я, к сожалению, на самом деле не шпионю, это, наверное, местами не очень хорошо, но, как правило, говорю, что, зачем имеет смысл шпионить? Все-таки, правило, руководитель бизнеса в нашей сфере, он, в том числе, и совладелец. Совладелец бизнеса, какая его основная задача? Это делать так, чтобы его бизнес был безопасен, чтобы он мог приносить доход. Для чего имеет смысл шпионить? Чтобы предотвратить какие-то нехорошие последствия для своего бизнеса, там, не дать ключечке базу, там, понять заранее, что, там, ключевой сотрудник может уйти, что надо, в принципе, ему искать замену, там, и так далее. А вы, по нанесу, шла речь про корпоративных психопатов. Говори про корпоративных психопатов. Ну, у нас просто, да, эпизод был такой до сих пор продолжающий. То есть, у нас три года назад работал сотрудник, который, в общем, посчитал, что он не получил вовремя расчет, и вот спустя три года он развил очень бурную деятельность, там, сделал целый сайт, стал давать контекст, стал там кучу писать какие-то там гадости и так далее. Вот как раз вот тот момент, когда, ну, абсолютно точно был момент, когда он, собственно, уходил, он ушел недовольный, и вот этот момент не прочувствовал ни Петровик, ни ИЧА, и я, собственно, с ним не общался, вот. И это, как бы, я считаю, что проблема могла быть в зачатке, наверное, решена, с одной стороны. С другой стороны, как бы, когда до этого я там читал, что есть некие тролли, которые там бесполезно останавливать и так далее, я не думал, что действительно есть люди, которые вот настолько могут быть активны, и, ну, как с этим быть? И надо в любом случае пытаться разговаривать, то есть, опять же, там, ну, вот, например, хотел, чтобы мы ему дали сюда билет, там, а я ему даже писал, что звонит, там, поговорим, ну, почему-то не смог позвонить. То есть, он очень активный, там, в соцсетях и в переписке, но… Но не в жизни. Но не в жизни, да. И как с этим быть? Ну, в любом случае надо… То есть, первое, конечно, когда он начал активную деятельность, там, первое, что хотелось, конечно, во-первых, мне начали там массу, там, всякие люди разделились в большую сторону, то есть, большинство предпринимателей, или, скажем так, друзей, знакомых, и так далее, они стали говорить, там, типа, ну, так нельзя это все оставлять, надо набить морду, там, и вообще, что это такое, и так далее, там. Все еще, он очень много гадостей писал, там, там, на районе есть целый век, там, огромное количество всего. Там всего две веки. А, да, две веки. Вот. Как бы, при этом, как бы, получалось так, что, действительно, там, ну, если не общался все эти три года, и я помню, что, когда мы с ним все-таки вот встретились, пообщались, то у него очень сильно, скажем так, как, ну, по крайней мере, на несколько дней изменился акцент его вообще общения, потому что он, конечно, я так понимаю, что не ожидал, и думал, что, там, я не захочу с ним разговаривать, и так далее, то есть... То есть, возможно... Ну, да, то есть он пришел с юристом, там, разговаривал со мной, там, под запись, там, и так далее. Ну, как с этим быть, то есть... Ну, да вот, я понимаю, что такие люди есть, и я, конечно, очень удивился, что это, там, произошло с 15 лет, мне казалось, что должно раньше было, там, как это происходить, и, наверное, лучше, когда чаще происходит, но более мелким масштабным, потому что к этому готов. А тут как-то все не вовремя, конечно, получилось, вот, но надо понимать, что такие люди есть, и у нас там, на самом деле, у нас был момент, когда ко мне устраивался сотрудник, давно-давно еще, который пришел просто реально узбек, плохо говорящий по-русски, сказал, что он хочет к нам сработать в отделе продаж, продавать продвижения. Я его спросил, чем он до этого занимался, он сказал, что он продавал присосы в Кирби, прошел вот такую школу, поэтому мы точно нас сможем. Ну, как бы, я ему сказал, что подготовься, там, приходите некоторое время, честно, я ему сказал, что я вообще, как бы, очень наимный, доверчивый человек, я верю, там, не гурю хочешь, а вот, 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 там, слова, первых изучи, никого приходи. Он приходит через две недели, я с ним разговариваю, понимаю, вообще, в ноль. Ну, ничего не изменилось, может, даже не читал, вот. И я ему, собственно, говорю, что, да нет, мы тебя не можем взять, ну, ты не проходишь, как бы, как я ему сказал, как же я скажу, там. Ну, то есть, он не прошел то ли тест, то ли, я вот не помню сейчас точно эту именологию, к сожалению. В общем, я ему как-то так вот подшил, что называется, сказал, что не прошел, не можешь подойти и так далее. И, во-первых, он, конечно, очень недовольно ходил, то есть, он говорит, ну, как же так, я вот рядом живу, вот, в соседнем доме, вообще не работаю. Опыт есть, да? Да, вот. Ну, и, как бы, знаешь, я с ним пошел то есть. Ну, да, реально, он в окно видит офис и так далее. И потом мне звонила трудовая комиссия, которая говорит, блин, чувак, типа, нас тот узбек совсем достал, там, короче, ну, хочет работать, там, либо ты предъявил протокол вот этого теста, по которому он не прошел, ну, либо, как бы, мы тебя оштрафуем, либо тебя надо брать на работу. Я понимаю, что им тоже не хочется этой головной болью заниматься, вот, но он реально, как бы, очень активный был человек, то есть, и, ну, то есть, надо понимать, что такие есть вообще, и их там много. У меня была как-то девушка, которая работала у нас дизайнером, она, причем, пришла, устроилась к нам у дизайнера, она сказала, что работала в Рамболе, там, типа, вообще, вот такая вот вся, и как-то тоже так мы ее, в общем, проглядели, что называется. Она никогда не поработала, реально там было смешно, то есть, она, у нее просто замечательно было портфолио, но, когда она садилась за компьютер, что-то сама рисовала, мы, в общем, всегда удивлялись вообще, как это может быть, что вот этот человек работал в Рамболе, вот. И она так протянула некоторое время, и потом, в общем-то, ну, то есть, поняла, что мы с ней будем расставаться, и то, что на целое было шоу, то есть, она хитростью у главного бухгалтера под предлогом того, что она, там, получая заглавный пастор, забрала трудовую книжку, вот, ну, то есть, причем реально хитрость. То есть, она не одно сказала, а мне другое, ну, в общем. Когда мы, собственно, с ней стали ругаться, ну, ругаться, то есть, я говорю, что все, мы с тобой остаемся, увольняем, она говорит, а, у меня трудовая на руках, там. А, трудовой, трудовар, мы подписывали, ну, и выдавали его, там, в момент, фактически, расставания. А трудового договора не было, все, типа, попало и так далее, там, подобное. Потом мы с ней все обговорили, в этом договорились. И она говорит, хорошо, но, типа, трудовой книжки у меня с собой нету, там. Я слышу, что, причем у меня у сотрудники с ней, она пошла в туалет, звонила какому-то юристу, и, в общем-то, меня так общает. Он там звонит юристу и уточняет, что вообще можно говорить, что нет. В общем, реально общение было такое. Она говорит, а, ну, сейчас я не знаю, сейчас приду. Идет в туалет, звонит, там, мне то-то сказали, а, а вот это надо идти стоять. Возвращаясь обратно, там, говорит, вот так. Я говорю, ну, хорошо, рассматривайся с собой, мы сейчас поедем к тебе домой. Она обратно уходит, он едет со мной домой. Ну, скажи, что нет ключей, а, ну, сейчас скажи, возвращайся обратно. И, в реальности, мне причем сотрудники честно сказали, что она там ходит звонить, типа, потому что всем надоело там будет. Ну, вырискайте, как бы, мне потом Атольев говорит, давай выкрадем у нее этот трудовой, потому что она в сумке у нее лежит. Вот. Ну, то есть, есть такие люди, надо понимать, что там, ну, наверное, предостеречь на 100% там от общения с ними, что они вот неожиданно появятся, невозможно. Но надо понимать, что просто есть какие-то нюансы, в которых ты по минимуму можешь из этой ситуации выйти. Либо, если как бы на нее не обращать внимание, и она будет все равно в себе эту ситуацию развиваться, она может очень сильно развиваться. А рекомендации предыдущих работодателей там играть? А, это бесполезно. Ну, вот по поводу предыдущих работодателей тоже там, пришел как-то ко мне человек на должность там, не скажу какую-нибудь, и поработал некоторое время, ну, никакой человек был там. такой амбициозный, что мы не смогли с ним работать. Поэтому вот берите, да, не пожалеете. Лишь бы мне просто не звонили больше. Вот. Ну, то есть, опять же там, рекомендации работодателей других, я считаю, что на них ты сильно не обратишь внимание, потому что там тебе могут сказать, да там руководитель неадекватен, там с ним невозможно разговаривать, там, по поводу с работы дать, ну, скажешь, да, там, человек вообще не в себе и так далее. То есть, это очень индивидуально, с кем-то мог сработать, с кем-то нет, неизвестно, что будет, там, опять же, у тебя, вот здесь с ним. Ну, в целом, надо понимать, что просто там, и порой там люди, да, там, они звуки слона могут делать, это тоже, в общем-то, факт по большому счету. То есть, если не давать в этой части обратной связи, то люди додумывают чего-то себе, и порой они могут, там, придумывать, что просто мистеры злого, ужасные, там, не знаю, там, ешь по ночам детей маленьких и так далее, они в это будут верить как-то так. А с точки зрения, опять же, СМИ, им, конечно, очень интересна вся вот эта история, там, опять же, если почитать, там, какие-нибудь топы новостей, там, реально порой ужасаешься, там, человек, там, не знаю, там, съел, убил и так далее. Так же и здесь, то есть, если там кто-то будет писать, что там не платит зарплату, водитель ест маленьких детей, все с удовольствием прочитают, как бы. Поэтому горячие новости всегда всем интересны, вот. И что там дальше, почему там, да. Да, и потом, еще в реальности, вот, опять же, там, может получается так, что... Появятся люди, которые скажут, я сам видел, что он ел. Да, 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 он мне предлагал, но я отказался. Опять же, там, есть некий такой фон, то есть, неизвестно там, то есть, ну, ты можешь потом, что угодно оправдываться, так было не так, как уже никому не интересно. То есть, вот пошла какая-то волна, там, общение, она может, там, быть, уже сама по себе жить, то есть, я, например, вот сейчас не участвую в процессе в общении, но, там, просыпаешься, вот, вот, на дачах мне прислали, там, демотиватор, где, там, моя фотка, и написано, там, Я сейчас уже очень сворачиваю. Купи BMW и уплати зарплату, там, в таком быте, там, еще кто в счете говорит, и так далее, то есть. И он, в самом своей жизни живет, практически, там. Ну, опять же, там, первое, очень сильно, конечно, увлекаться, пытаться, там, например, оправдываться или, там, какую-то свою точку зрения высказывать, если уже все пошло, в принципе, бессмысленно, то есть, там, ну, это только будет отвлекать очень сильно, времени будешь тратить многое. То есть, я считаю, что здесь не стоит, там, очень сильно углубляться, то есть там, если, там, быстро, не получилось, вот, купировать, то дальше пытаться, там, этим заниматься, ну, абсолютно бесполезно, там, то есть, ну, опять же, есть там работа, есть иная задача, иная задача, там, зарабатывать деньги, там, управлять компанию. Это все нас просто очень сильно, там, порой отвлекает, особенно, если там, на это ведешься и отвлекаешь очень сильно, потому что, мне начали, там, первым, всякие, там, люди, дают позвоник звонить, там, типа, дай интервью, там, расскажи свою версию, и так далее. нужно думать чего можно сказать я начинаешь где-то все сжирают ли поэтому если такое произошло то понимаешь такое может быть скажем многие было в той степени понимать что особо сильно увлекаться вот там не стоит тогда на самом деле так вот и вспоминать то просто некоторые вещи они может быть там неожиданно там происходили но какие-то такие вот ну парадоксальные вещи там сотрудниками происходили там у нас как-то был тоже сотрудник который надрелся выпрыгнуть со второго этажа унижать от охранников ну и у него там своя версия была у нас там ну то есть человек это был как против и он в общем-то чуть-чуть перепив проснулся всего оставили все ушли покурить почему-то подумал что уже ночь проспал очень много его закрыли поэтому бежать охранники территории бизнес-центра где мы были увидели человек выброс в окно решили узнать как он себя чувствует подошли к нему вот и собственно пытались спросить ну просто по отечеству молодых просто он с плечом взяли там ты как вообще он подумал что его сейчас там будут закрывать и создать и так далее поэтому он вырвался оставив куртку у них побежал перелез через забор там забрал все вещи какая-то там целый шелкать когда на работу пришел человек такой почему у нас так убегал вообще жив ли он и так далее вот там другая версия была выбрать рассказать что он там психопат не не сказал конечно вот ну то что там придут люди в окно убегают охранников лезут через забор разбирают пол живота себе и то что ненормально у нас тоже приезжали охранники цезарь стрит в 6 утра после корпоратива когда проснулся какая-то сотрудник в костюме панды в переговорке они нашли его в таком состоянии сотрудник в костюме панды в общем очень удивились потом разрулили там позвонили нужно оставить закрыли оставили на хана в итоге датчик движения или что-то там показалось длинулся нет я только ездил в рекламный тур у меня там с туристами и там директорами с собой общались на тему неадекватности туристов и там вообще такую кладезь на самом деле смешной истории проявляли в комедии вот я помню что там была история когда ездил хоть сотрудник газпрома с кучей своих друзей и но не если болгаре на лыжи пытаться и он очень сильно напиться и ну собственно корр извлечения остальные тоже напились менее сильно и было такое разрешение что они решили вы собственно этим вот пол трупом просто плавить стены они убрали вот так вот убили нам в касту то есть он сломбардист и в реально пробили стену вот и там затащили тем образом в номер естественно конечно в этом потребовали оплатить золотая карточка исключить денег сказали вот там карточки он оплатил и так далее карточка была корпоративной причем он ничего там не помнил что он оплачивал и он потом собственно в то агентство пришло разбираться типа ну короче общем денег очень много и не его деньги были там компания компания не поняла почему они должны оплачивать по стране новой стены в каком-то отеле нет на самом деле нормально компания если они говорят что но он объяснить ситуацию хорошо там ну раз ты не один участвовал нужны там остальные участники и соответственно тебя часть возьмется остальное как-то это но нужно как-то указать и он пытался у агентства узнать собственно кто был участник и агентство отправило в отель вот с отеля он пообщался на тему того что предоставьте видеозапись ему предоставили видеозапись и он по ней изучал кто его держал это участвовал в этом кто нет и так далее там просто вся ситуация она закончена то есть там общались там отель и само агентство какие там сотрудники газпрома которые расписывали кто сколько должен из этих сотрудников за головой стены и так далее в общем шоу ну такое в общем а сейчас тут эти всякие не экспортные операции получается делать новые ну новые горизонты если говорить развитие ну новые горизонты я считаю что нам конечно всем интересно для хорошего веба наверное действительно просто заниматься заказной разработкой просто внутри она конечно там не очень интересно это либо нужно сито делать направление какие-то не знаю западные американские либо же действительно какой-то находить продукт и делать его потихонечку добавится на такой интересный ну в маркетинге тут еще очень много там есть целую услугу там раскрыть мобильных приложений есть там заработок с выводов топа там мобильных приложений здесь наверно очень много всего самом деле там пусть ну просто есть грубо говоря сидеть и говорить там что мы делаем там сайты на битрикс это скучно то есть нужно как все люди говорят все-таки позиционировали какой-то в чем-то определенным силен и вот это вот нужно это вот сильная часть не просто там чем таком обыденном а вот в той нише и она должна расти там да получается вот опять же там бизнес у я считаю что тоже очень интересная тема и она все-таки будет расти в любом случае там я думаю что с нашим участием тоже ну то есть на это уже целое такое большое направление людей увлечено много при этом какого такого базового образования нормального в общем то еще нет соответственно вовлекается людей все больше и больше я считаю что это тоже там ресурс достаточно емко то есть в плане именно обучение скажем так управление проектами ели в диджитале там строение проект правильной бизнес-модели там построение правильной оборонки продаж то же самое там опять же там те же самые продажи как правило там больших проектов они все-таки растут не стану обзвона с компетенцией с построение там какого-то наверное такой или персонального бренда или с выступления на конференциях с каким-то кейсом и так далее то что можно как-то продумывать как-то этим делиться большую часть можно получить у нас таких таких вещей там они стандартной модели активного прозвона ну да и опять же например вот эксперты тоже помещу с одну компанию консультирую них там они очень сильны там экспертное мнение о бюджетных организациях россии и у них там они сами говорят что нам нужно в них журнал и издательство и у них есть задача увеличить там электронную подписку вот с ними разговариваешь там и они сами говорят мы провели вебинар там с известными личностями у нас там подписок было там столько-то и столько их новых не было столько лет вот начинаешь рассказывать что давайте делать просто этот вебинар на постоянной основе не говорят вот там не все там к нам пойдут именитые люди так далее опять же в интернете на самом деле все таки есть огромное количество возможностей там может быть действительно есть там среди 10 каких-то экспертов бюджетных организаций один из экспертов будет самым слабым но опять же для большинства людей интернет среде ты можешь экспертах хорошо одеть хорошо делать видео и показать его действительно очень мощным экспертом да вот эти 10 человек про себя подумают он наверное не очень ничего нового расскажет но та масса которая тебе нужна она собственно по-другому на это приодет вот потом есть же опять же там если говорить про выступление первое самое там ну как правило все таки есть наверное преимущество у спикера лектора то есть да есть там опять же тролли которые уже начинают приходить к конференции там задавать неудобный вопрос и так далее и там есть опять-таки техник борьбы с этим обязательно с этим но в целом как бы все-таки люди в большинстве случаев они все-таки лояльны они понимают что человек готовился соответственно он там вышел там набрался смелости что-то рассказывать как правило большинства людей там пришедшим 5 нет задачи там его там завалить по большому счету поэтому и в целом конечно у лектора спикера более сильной позиции поэтому если вы сами можете выступить там перед какой-то аудиторией там кого-то пригласить это заведомо в любом случае даже если там ну экспертная позиция может быть не очень сильно будет цена намного лучше чем если просто там где-то будете обсуждать или там часто и фендерей индивидуальных каких-то встреч поэтому это конечно нужно там точно развивать но это в том случае опять же там даже внутри компании полезно вот а так да там наверное если говорить на такое быстрое какое-то развитие если есть чувствуется ниша какая-то то есть те кто еще может быть не настолько крут которые развиваются они собственно могут на вполне лояльных условиях выступить и при этом правильно при том же самое главное что получается так что эксперт он не ваш не ваш сотрудник мы его пригласили автоматом вот это вот его экспертность на вас тоже будет распространяться можно брендировать все это там то есть можно опять-таки там привязывать себя так или иначе какие-то вот экспертные мнения тут наверное такая быстрая возможность где-то вот такого старта опять же там вот кроме там общение коммуникации самоксито там опять же если не погружаться в продукт и хотя бы понимать как то что развивается где есть какие ниши и так далее но очень многие вещи они опять же вырезают не с ну то есть действительно не сидим у кадет короткие там ракеты не придумываем то есть можно вообще не очень много узнать с чего собственно происходит у кого и какие-то вещи там понять что они там возможно подойдут для использования все твои любимые стекло спасибо